Приказ стрелять по толпе выполнить? Нет, конечно. Такого приказа не может быть, я могу вам сказать. Владимир Владимирович никогда не отдаст такой приказ. Более двух миллионов россиян работают охранниками. Вряд ли многие из них сделают большую карьеру. Но есть те, кому это удалось. Главное, кого ты охраняешь. Бывшие телохранители Владимира Путина занимают сегодня три губернаторских и один министерский пост. Но есть еще один бывший охранник Путина. Начальник Росгвардии Виктор Золотов. Генерал армии и владелец недвижимости на 3,5 миллиарда рублей. До 2016 года, когда специально под Золотова создали Росгвардию, широкой публике он был практически неизвестен. Да и сейчас по-настоящему публичным политиком его не назовешь. При этом Золотов много лет был рядом с людьми, от которых зависело настоящее и будущее России. И пользовался доверием этих людей. Золотов отвечал за безопасность российских президентов в 13 лет. Он регулярно попадал в фотоотчеты об официальных поездках Путина и Медведева, часто в темных очках, иногда в военной форме. Но в историю вошли снимки, сделанные когда о Путине еще никто не знал. Золотов стоял за спиной Бориса Ельцина во время его выступления на танке в августе 1991-го. Тогда он работал в службе безопасности президента РСФСР. Сзади Ельцин подталкивал в пятую точку я как раз, он на танк, когда он залазь. Все ребята были мотивированы на то, чтобы защитить Бориса Николаевича и внести хоть какую-то лепту в победу демократии. Несмотря на то, что понимаешь, что жертвы будут. Начальником Золотова был Александр Коржаков, которого позднее называли одним из самых влиятельных людей в стране. Годы спустя так будут говорить о самом Золотове. После распада СССР Золотова отправили в Петербург работать в охране мэра Анатолия Собчака. Вот еще один отличный снимок. Золотов вместе с Собчаком и его дочерью Ксенией. Я все время пыталась бежать, в том числе и от Золотова. Отношения с Собчаком и Золотова складывались гораздо лучше, чем с московским начальством, когда ему предложили вернуться в охрану Ельцина, Золотов отказался. За столом сидел Борисаков и Коржаков. Он мне говорит, давай все, сваливай от Собчака, тебе больше там нечего делать. Поэтому давай, возвращайся сюда, к Борису Николаевичу, все. Дальше без тебя там все будет организовано и так далее. Я ему сказал, жестко нет. По словам Золотова, он не хотел работать с Ельциным из-за травли Собчака, развернутой Кремлем. После поражения Собчака на выборах, Золотов еще некоторое время работал в федеральной службе охраны. Потом его уволили. Но в Питере ему было куда устроиться. Работая с Собчаком, Золотов познакомился с его заместителем, Путиным. Они сблизились. Оба в советские годы служили в КГБ. Оба занимались восточными единоборствами. Они даже стали спарринг-партнерами подзюдо. Во второй половине 90-х Золотов работал в охранном предприятии Романа Цепова, которого тоже называли другом Путина. Цепов обеспечивал безопасность криминальным авторитетам. Позднее писали, что он был агентом МВД в бандитском Петербурге. А вот еще одно интересное фото Золотова. Тут он на похоронах Цепова, отравленного в 2004 году. Вокруг него известные люди из криминального мира. Путина такие связи Золотова не смутили. Став в 1999 году премьер-министром, он сразу назначил Золотова шефом своей охраны. Золотов в бытность свою охранником Путина отвечал чуть ли не за каждую минуту жизни президента. Путин очень боится покушения. Водители, уборщики, повара, садовники – все мужчины. Путин женщинам не доверяет. Отбор персонала зависит от службы охраны, рассказал собеседник журнала. В 2012 году во время белоленточных протестов Путин задумал создать что-то вроде президентской гвардии. За основу взяли внутренние войска МВД. Золотов сначала стал заместителем начальника внутренних войск, потом начальником. А в 2016 году возглавил новую структуру – Росгвардию. В Росгвардии служат более 300 тысяч человек, а подчиняется она напрямую Путину. По иронии судьбы, возглавляемая Золотовым служба должна бороться с кризисами государственной власти, вроде событий 1991 года. Начальник Росгвардии считает, что тогда советскую власть подвела нерешительность. А вот если бы вы были на стороне Альфа? Вы были? Я бы дал команду на штурм, никто этого указания не дал. И хочу сказать, те же Янаев с трясущимися руками и так далее. Вот если бы во главе этого Пуча был непосредственно Анатолий Александрович или Владимир Владимирович, то страна бы была сохранена. Самый масштабный кризис с момента создания Росгвардии – протесты в Москве летом 2019 года. Гвардейцы разгоняли митингующих так жестоко, словно те задумали переворот. Что такое случилось? Что так много людей? Война, что ли, началась или что? У нас тут военных, что-то много аж. Что случилось-то? Вот переворот. Вот переворот? Опасными революционерами для них стали женщины и инвалиды. Окинутые в Росгвардейца пластмассовые стаканчики и задетая забрала стали поводами для реальных уголовных дел. Приказ стрелять по толпе выполнится? Нет, конечно. Такого приказа не может быть, я могу вам сказать. Владимир Владимирович никогда не отдаст такой приказ. Самым ярким публичным выступлением Золотова стал ответ Алексею Навальному, который рассказал о закупках еды для Росгвардии по завышенным ценам. Он вызвал оппозиционного политика на бойцовский поединок. Вам никто никогда как следует не давал по заднице. Да так, чтобы вы печенки это прочувствовали. Обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную, отбивную. Что прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. В ответ Навальный вызвал Золотова на дебаты. Тот неловко отказался. На дебаты? Да. И он на другой взгляд нашел. Вскоре после истории с Навальным новая газета нашла у семьи Золотова роскошное родовое гнездо в Барвихе, в самом дорогом месте России. Участок за несколько миллионов долларов купил сын нашего героя, Роман. На момент сделки он был начинающим 23-летним актером. А теперь, друзья, приступим к боевым приемам. А еще журналисты нашли внука Золотова, живущего полной жизнью. Он окончил престижную школу в Англии, участвовал в строительстве криптовалютной пирамиды и снимался в клипах. Сам же начальник Росгвардии забрал себе в собственность госдачу, на которой жил советский нарком Анастас Микоян. Общая стоимость недвижимости семьи Золотова – 3,5 миллиарда рублей. Я отслужил службу в армии, работал на производстве, был, кстати, удаленком коммунистического труда и потом занимался бизнесом. Видите, как складывалась судьба.